Приветствую вас. Для начала аула нужно разобраться с причинами вашего состояния и определить, нет ли физиологических оснований для того, что вы чувствуете. То есть нет ли физиологических основ для того ощущения, которое вы испытываете. Потому что физиология реальна, а она более чем реальна. И если у вас есть физиологические особенности, то лучше будет, если вы их как-то вот, ну лучше будет, если вы для себя их преследуете. Вот. Потому что в противном случае вы рискуете попросту не в том направлении двигаться, скажем так. Поэтому это первый момент. Второй момент, который вы описываете, ну он в принципе достаточно очевиден. Вот. Вы описываете депрессивное состояние. Вот. Своё. Вы описываете состояние депрессии. Вот. Но если у вас заболевание, да, если у вас именно заболевание, ну если у вас именно депрессия, вот это ещё, на мой взгляд, не факт, да, и это ещё непонятно. Вот. И диагнозов, наверное, лучше пока они не ставят. Вот. Ну именно диагнозы. Потому что мы не врачи. Вот. По крайней мере. Я вот. Я точно не врач. И мне бы не хотелось... Ставить вам какие-либо диагнозы. Ну каких-либо диагнозов. Я не хотел вам оставить. Вот. Тем не менее, с ситуацией нужно работать. Тем не менее, с ситуацией нельзя... Нельзя... Оставлено по пути, да, и... Что вы описываете, в первую очередь? В первую очередь вы описываете... Достаточно негативное состояние, да, достаточно такое... Подобленное... Состояние вы описываете... Вы описываете... И... Соответственно, вы подавляете свои чувства. Вы подавляете свои эмоции. Подавляете свои желания. А... Из-за чего? Чем? Как? Ну... Как правило... Из-за страхов... Из-за... Сомнений... Из-за... Честра себя... Из-за... Честра вины... Вот. Из-за... Требований... К себе... Конечно... Конечно же... Из-за оценок... Себя... О... Одно... Ага... Из-за... Обязательств... Которые... Которые... Ну, вот. Как вы считаете... Магав... Ну, лежат... Сюда в принципе можно добавить еще тревожность и ваш страх перед близостью эмоциональной и физической возможно. Сюда можно добавить проблемы личных границ и мы получим по сути такой вот полный набор, мы получим полный набор проблем. Ну что это конечно решается, вот, посредством психотерапии, вот, посредством работы с вами, с вашими сложностями, вот. В данном случае, на мой взгляд, работа не может быть быстрой. В своем состоянии вы находитесь довольно давно, вы привыкли в нем находиться и есть некая выгода, вторичная, вторичная выгода вам от этого состояния. И эта вторичная выгода, она удерживает вас в нем. Ну вот, в этом, в этом состоянии. Какая может быть вторичная выгода? Мне кажется, здесь одна из, то есть я думаю, что их несколько, но одна из вторичных выгод заключается в том, что вы можете не заниматься чем-то. то есть вы боитесь с ответственностью. Ответственность для вас это обещаю обязательство, что в целом вполне адекватно. Ну, потому что ответственность это всегда очень тяжело. Вот, по вашему мнению, все опять же адекватно. Исходя из вашего опыта, я полагаю. То есть тут все, тут все более чем очевидно. Присутствуют негативные установки у вас, присутствуют негативные, так сказать, тренды мышления, вот, присутствуют негативные, так сказать, реакции, да, вот. И их, на мой взгляд, нужно корректировать, вот, потому что они составляют такую вот тяжесть. Ну, тяжесть вашего состояния. Вот. Все это более чем реально, на мой взгляд. Если вы, конечно, готовы этим заниматься. Если вы хотите этим заниматься. Вот. Вы не живете настоящим. Вы живете, либо в прошлом, либо в будущем, вот, но вы не живете настоящим. Это довольно-таки серьезная проблема. Вот. Потому что вы, как бы, попадаете из мира. И ваши ощущения нереальности, это, ну, своего рода, защита против такого. Такой истории защиты против. Такого состояния защиты против. Скажем так. Расщепления. Которое вы чувствуете. Вот. Верну, вам было бы еще труднее, еще тяжелее. Одиночество. Это не принятие себя. Сложно находиться в компаниях. То есть, такая социофобия. Это страх оценки. То есть, вот. Общение с людьми, это, ну, как бы, такой же вроде экзамен. Экзамен, это постоянный стресс. Соответственно, все, как бы, как бы, становится понятно. Вы пишите, что я не понимаю, как жить. Но, извините. Не нужно понимать, как жить. Нужно чувствовать, скорее. Раздражительность, это не выражение во время своих чувств. Не отреагирование их. Грубость, это агрессия. Агрессия, это защита. Соответственно, чувство вины, да. То есть, вот, чувство вины, такие вот при паре. Грубость вина, грубость вина. А это, вот, по факту, компенсация вашей неопределенности. То есть, вы себе не верите. И вина, и грубость позволяют вам делить мир на черное-белое. Также, постоянно хочется плакать. Это выглядит и выглядит, как компенсация любви к себе. Не любви к себе. Отсутствие любви к себе у вас. Вот. Что касается мужа, то тут, то что он приходит с работы, его в настроении, но потом видит вашу кислую мину, и оно у него портится. Это про личные границы. Вот. То есть, заражение между людьми происходит, когда слабые, достаточно личные границы. Так, не хочется ему плохого. Ну, вы не можете ничего плохого ему сделать. Это полная ответственность человека. Но вы на себя ее берете. Так, значит, часть всего приходят мысли о побеге, о разводе. Ну, вот, да. Вам проще убежать, вы боитесь. Ощущение, нигде нет места, где я была бы счастлива. Правильное. Места нет нигде. Это верно. А счастлива может быть только с собой. Вот. Только в гармонии с собой. Поэтому. Поэтому. Места нигде нет. Тут вы интуитивно правы. Правда, я не думаю, что эта правоца вас будет радовать. А дальше. Несколько месяцев назад было полегче. Так как проживала в другом городе. Мы еще хотели перспектив карьерного роста. Мы приехали в северную столицу. Моя профессия оказалась, если не актуальна. Так как пришлось снять жилье на окраине. Посмотрите. Здесь вы говорите больше про некую такую непредусмотрительность свою. А просто вот. Вы не предусмотрели каких-то вещей. Так. Муж нашел работу. Ему все нравится. Мне же просто ужасно. И залазит в воздух и темноты. Мне кажется, что я в нереальности. Нет. На самом деле все нескольких проще. Вам просто не интересно. Ничего. И. Ваш ресурс. Энергия. Энергия. Тратится на. Проживание. Ну. Негативное. Проживание. Проживание. Города. Не могу не на чем сосредоточиться. Опять же в этой историчной выгоде. Добавилось в чувство вины, что я не зарабатывал денег, так как нет официального опыта работы. Что они берут на нормальное место. Ну что такое нормальное место. Вот. Откуда вот требования к себе зарабатывать деньги. Тоже. Вопрос. Ну. Появились проблемы с основным и с пропустением. Ну. Это тревожность. Эээ. Полная апатия. И подавление. Да. Да. Подавление. Подавляете себя. Мои. Переживания. С покупкой в магазинах не радует. Новый год. Тоже год не как день 40. Ну. Тут вы опять же говорите про апатичность. И про прикладывание ответственности за свою радость. Своё состояние на внешний мир. Внешний мир. То есть. Мир вам должен. Утром не хочется просыпаться. Опять же. Незачем. Нет. Интересно. Уехать. Бросить мужа боюсь. Ну. Не очень понятно. Эээ. Чего именно утром. Вы боитесь. Во-вторых. Как умоете его бросить. Если ваш муж что-то не вещь. Да. Такое. Несколько обесценивающее. Предметное. Отношение. К человеку. Из-за такого положения секс два раза в месяц. Чаще. Не чаще. И понятно что он недоволен. Я не могу без желания. Ну. Смотрите. Если речь идет о его удовлетворении. То можно использовать не классические виды секса. И тогда все буду довольны. Вот. Это больше звучит как просто нежелание секса. Знаете. И нежелание делать мужа счастливым. В том числе через секс. Ээээ. Детей у нас нет. Он говорит что нам не хватит денег на них. Поэтому. Каждый раз за три носа. Зажим вам деть. Эээ. Для чего вам деть. Я очень не верен что мы их заведем. Но вопрос. Зачем. Если вы думаете о разводе. О побеге. Если вы подавлены. Зажим вам деть. То есть видите. На детей теперь прикладывается. Ответственность за ваше спасение. Мне скоро тридцать лет. И что. Животных в съемной квартире заводить нельзя. Зачем вам животных. Друзей у меня в лесне. Да и в предыдущем городе тоже. Общались пока учились на заводчике. Почему учились на заводчике. С одноклубниками. Друзья из детства все разбилить. Ну. Это про интересы больше. Это больше про ваш интерес. А. Как бы комминь не собирается вокруг какой-то деятельности. Как правило. Работа была наобъемная. Поэтому я много общаюсь с клиентами. И что. Но когда долго не общаюсь. Чё-то вы себя не уверены. Даже указываться в пятерочке. Ну. Вы. Оказывается в пятерочке. Говорите как будто что-то плохое. Это первое. Второе. Эээ. Вы говорите про свой опыт. Вот это вы говорите просто про привыкание. Но не про. На лавках не про интерес. Я не понимаю как выйти из этого до шанса. Не надо выходить. Его надо больше проживать. И. Эээ. Учиться видеть то что хочет вам сказать. Таким образом. Ваша подсознанность. Вот. Ну и радоваться жизни это очень глобальная история. Очень глобальная история. Вот. Это все таки. Вряд ли вы осознаете что радуется жизни вот в какой-то момент. Вряд ли кто-либо осознает что радуется. Он радуется. Радуется жизни. Жизни. Все таки. Радуются люди более конкретным вещам. И. Переживают они более конкретные вещи. Поэтому здесь оставите себе. Эээ. Скорее всего. Целенаправленно. А. Невыполнимые задачи. Эээ. Чтобы опять же их не делать. Это. Страх. Неудачи. Страх ошибки. На этом все. Я надеюсь что помог вам. Желаю всего самого доброго.